В администрации городского округа Щелково состоялся семинар для садоводов, посвященный вопросам оформления капитальных построек на земельных участках. В нем приняли участие заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, председатель комитета Мособолдумы по имущественным отношениям, землепользованию и экологии Владимир Шапкин, заместитель глава администрации Елена Суслина. Конечно, мы очень обеспокоены, с одной стороны, чтобы поступал налог в местный бюджет, с другой стороны, конечно, справедливость налогообложения должна быть такой, что у соседа, если дом не зарегистрирован, тоже должен облагаться налогом. В городских округах Щелково и Лосинопетровске в совокупности 450 СНТ. Это более 40 тысяч земельных участков. Незарегистрированных объектов недвижимости на них порядка 6 тысяч. Хозяева скоро получат уведомления с требованием легализовать постройку. В этом году предстоит почти 4 тысячи земельных участков оформить в собственность и почти 6 тысяч строений. Задача всех садоводческих товариществ сделать все, чтобы к концу года 100% были на налоговом учете и строения, и земля. Как утверждают организаторы семинара, легализовать капитальное строение не так сложно. Для отдельных категорий собственников, инвалидов, многодетных семей предусмотрены преференции и льготы. Пенсионеры вовсе освобождаются от уплаты налога. Также снят ряд ограничений, который имел место 15-20 лет назад. Очень многие объекты капитального строительства не имели в свое время разрешительной документации. Ну, ее, в принципе, по тем законам, когда они начинали строительство, не было. И это было одним из главных препятствий. Сегодня этого препятствия нет. То есть процесс очень простой. Приглашается кадастр инженер по земельному участку, представитель от БТИ. Подготавливаются соответствующие документации по капитальному строительству, по земельному участку и оформляется, и регистрируется. Поможет в оформлении недвижимости и администрации округа, даже если для этого потребуется вынесение судебного решения, рассказала на встрече заместитель главы администрации округа Елена Суслина. Встречались всегда с трех часов с садоводами. Там 7, 10, 12 человек. Теперь мы это будем делать каждый четверг. И если нужно, даже в субботу. Поэтому все при остановке отказа от проблемы с наложением границами с Росрегистром, с лесом готовы обсуждать еженедельно. А теперь о преимуществах, которые дает зарегистрированная недвижимость их владельцам. Этот актив можно свободно продать, подарить, заложить, чтобы получить кредит. В доме, стоящем на кадастровом учете, разрешена регистрация граждан. В товариществе медик этим преимуществом пользуются молодые дачники. В данный момент у нас присоединение идет 40 участков, которые сейчас поставлены на кадастровый учет. Вот получаем кадастровую стоимость и будем дальнейшее оформление через администрацию Василия Петровского. Если зарегистрированная недвижимость, то у нас можно прописаться. Владельцы зарегистрированного дома могут экономить на электроэнергии и стоимости жилищно-коммунальных услуг. Только собственники легальных строений вправе участвовать в программе «Социальная газификация». А с 2021 года им доступен налоговый вычет до 260 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова